алекс монг classic games представляет 1с представляет игру производства avalon style entertainment на движке chrome engine 4.5 мая 1с представляет 6.5 мая 6.5 мая 7.5 мая 5.5 мая 6.5 мая 7.5 мая 8.5 мая Субтитры делал DimaTorzok Как видите, в прошлой серии мы набрали достаточное количество бонусных очков, точнее очков рейтинга. Игра нас поздравила с завершением чемпионата, и нам открылся супер чемпионат. Более того... В автосалоне... В автосалоне появился дорогой 150 тысяч УАЗ Хантер прототип. Но факт в том, что Хантер прототипа я пока брать не буду, потому что нужно отложить деньги на другую машину, на которой я буду проходить супер чемпионат. Пока что возвращаемся в чемпионат. И видим. Средняя полоса. Все завершено. Байкау. Аналогично. Карелия. Также. И в прошлой серии мы полностью завершили все заезды Тайги. Наконец-то. Теперь переходим к Камчатке снова. Мы уже ее начинали. Как видите, у нас тут целых раз, два, три, четыре заезда. Ну, так что сегодняшнюю серию посвящу вот этим двум заездам. Следующая серия будет посвящена вот последним двум. Так что у нас тут ориентирование, новые азимуты. О как. Старт. Контрольная точка. Финиш. Вот сколько я получаю за первое, второе, третье место денег и очков рейтинга. Длинно-базные внедорожники не лучший выбор. Большой клиренс и колеса большего размера лишь добавят валкости и неустойчивости. Поэкспериментируйте с настройками, чтобы добиться оптимального результата. Наибольшие трудности ожидают вас на узких горных тропах, где зачастую невозможно развернуться. От вас потребуется филигранное вождение. Не забывайте, что вы должны собрать все контрольные пункты, где бы они ни находились. Но в выборе пути к ним вы свободны. Все участники в тюнинге класса D. Перечислим машины. Я на буханке, Славик на хантере, Ильич на буханке и Лёха Чё на буханке. Собрался, смотрю, клуб любителей буханок. Ну погнали. Ушел медленно дождь. Славик на хантере, Ильич на буханке и Лёха Чё на буханке. Славик на хантере, Ильич на буханке и Лёха Чё на буханке. Славик на хантере, Ильич на буханке и Лёха Чё на буханке. Посмотри, там кто-то с кем-то журится В настроениях мечтающих машин. Ильич на буханке, Ильич на буханке и Лёха Чё на буханке и Лёха Чё на буханке. Поздарки не забудь, они в тебе, ты их вернуть уже не сможешь. Красота, и мы с тобой на улице, посмотри, там кто-то с кем-то жмурится. В настроениях мечтающих машин, именинное солнце, именинное солнце. Честно говоря, это было очень легко, я даже не ожидал. Смотрите, Славик на вазе Хантер в тюнинге класса D отстал от меня на 3,5 минуты. Видимо, я хорошо выбрал себе путь для этого ориентирования. Действительно, филигранное вождение было, так ведь? Так, я получил 3550 очков, то есть долларов, 5 очков рейтинга и 380 бонусных очков. Смотрим повтор. Поприветствовали коллег. Едем по этому неприятному мостику, потому что, видите, машина все время подскакивает на нем. Ну, хоть где-то можно поездить напрямик, вот как вот здесь, например, мы с вами прям напрямик контрольным точкам добирались. В принципе, я и в тайге добирался напрямик, но там это было невыносимо, скажем так. Поэтому было и раком по всем лазить. А здесь с ветерком прокатились и все. Тем более, нет такого обилия деревьев, как в тайге, и воздушный шар буквально видно издалека, который символизирует, где контрольная точка. Это я встал посмотреть, не видно ли очередной воздушный шар, но не увидел до тех пор, пока не перебрался вот на этот берег. Вновь поприветствовал одного из коллег на УАЗе и помчался к последней контрольной точке. Вот тут реально, ребята, красивый вид вместе с водой. Пыль, колея, блин, все как по-настоящему. Ну, блин, шикарно. Извините за блин, конечно, после этой эмоции. Лучше блин говорить, чем другое слово, так и? Здесь я притормозил, чтобы носом не клюнуть вниз. И все, представляете? Такой вот, ребята, хороший заезд. Хороший, ненапрягающий, расслабляющий, я бы даже сказал. Встали под русскую березку. Давайте запитаемся ее природной энергией. Знаете, как говорят, надо подойти к березке, обнять ее и постоять некоторое время, чтобы весь негатив, как говорится, ушел и позитивная энергия к вам пришла. Записываем повтор. Записываем повтор. Ремонт обойдется всего в 56 долларов. 8 кузов, 16 колеса, 3 подвеска, 5 рулевое управление, 3 тормоза, 7 двигатель, коробка передач 5, нагнетатель 3 и ребятка 6. Так, следующее задание. Трофи, каменные великаны. Так, старт. Финиш. При этом здесь два альтернативных пути. Можно даже сказать, три, видите, вот один, вот второй и вот третий. Так вот, сколько я получил денег и очков рейтинга за первое, второе и третье место. На крутых спусках не тормозите. Нажатие на тормоз приведет к заблокированию колес и сносу машины. Включайте пониженную передачу. При малейшем сомнении в правильности пути остановитесь. Помните, что развернуться и двигаться задним ходом на узкой горной дороге почти невозможно и смертельно опасно. До встречи на финише. То есть, предстоит полазить по горам. Ну ладно. О, господи, еще и ночью. Ну или поздно вечером. Опять же, все участники, кроме... А, нет, не все. Кроме одного на буханках. На УАЗах, вернее, в тюнинге класса Д. Я на буханке класса Д, адский. Темка на Хантере класса С. А, тут два УАЗа Вода на классе Д и два на классе С. Понятно. Славик на Хантере класса Д и Фидель на Хантере класса С. Смотрите, собрались любители УАЗа Хантера. Ну что ж, уважаю выбор. Погнали. Погнали. По-моему, мы здесь с вами уже ездили только днем. Здесь решили сделать усложненный ночной заезд. Погнали. 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 Продолжение следует... 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 Красивая панорама, начиная она реально, знаете, так расслабляет после изнурительного заезда Так что повторы надо смотреть Это как бы награда за ваши труды Да-да, награда за ваши труды, повторы Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, что хотел сказать-то еще Мне кажется, вот этот заезд является самым изнурительным и длинным По всей карьере полного привода Если же, конечно, не считать вот эти 15-минутные бонусные заезды Когда надо было собирать бонусные очки Но там это, собственно говоря, дело все на расслабоне Раз заезд бонусный А тут именно нужно с определенной целью двигаться Из точки А в точку Б Продолжение следует... Продолжение следует... Вы знаете, что мне интересно стало? Вот, опять же, проверю вашу внимательность, как вы смотрите видео Если вы этот вопрос сейчас услышите, вы напишите о нем в комментариях, хорошо? Вот есть своеобразный такой мини-уазик, но созданный... Как же этот завод-то называется? В общем, находится в Украине А, Луцкий автомобильный завод Луаз, точно вспомнил Вот Луазик, так называемый, это уменьшенный УАЗ Вы наверняка знаете эту машину У него еще есть версия под названием Волынь А также в виде амфибии военный вариант Так вот, интересно, есть ли игра про него? Хотя бы на нем тоже с удовольствием покатался На Луазе Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... 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 Заезд длинный, давайте для разнообразия от первого лица сделаю камеру. Заметьте, по-моему опять сломался спидометр, видите вот этот самый большой датчик справа от руля, стрелка вроде лежит. Продолжение следует... Давно хотел сказать, а вот руки мужику могли бы пореалистичнее нарисовать. Ну ладно, так пожалуй тяжеловато смотреть, давайте сделаем лучше камеру, есть по-моему камера еще как бы, как будто водитель высовывается из окна. Вот. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...